Садайся у меня какие-то заранее. Да, да. Садайся у меня. Звучайный сельский дверь, семья. Я в селе шестое поколение. Дети мои, две дочки и сын, семна и внуки восьми. Как хотели жить, хотели все стараться. Обыкновенно, как у всех людей, я не хотел, я не хотел, думаю, вот, казалось бы, село, как те фашисты, они не знали, что может быть обыкновенная ванна в селе, понимаете? Все удобно. Тут все, ну так темно, світла ж не есть. Не есть ни світла, ни гаруша. А это все, я уже продрала 3.0. Сусидей прилетело, а это нам все, это богатило уже все. Теперь остается за голову хвататься. И все. Бабушка начала сдавать, супруга моя Галина Михайловна, сейчас выехала. А я могу быть тут. Тут наша земля, тут мой город, тут мой пес. Меня уже не переделаешь. Тут был зал, тут было, ну, мебель было все. Это уже так. Воно, как оттуда бахнуло, а это все. Внучкин стил остався, внуковый стил тут стоял. Шкаф, это же часть, ну, раньше называлась эта стенка. Мы дбали, дбали, женька, чтобы эту стенку поставить, ну, к нам передать. Вот такие гардеробники, и он вылечил туда. Були, значит, пропозиции, выезжай, бросай. А я вам говорю, у меня, он в Мариуполе. Он профессиональный вояк, сержант морской пехоты, 36 наша бригада. И там, теперь с этими хлопцами судьба, теперь неизвестная какая. Я говорю, как я могу выезжать, бросить все, он прийде, и скажет, и нема ничего. Я должен его тут ждать, я его дождусь. Мы тут лишилися, как бы, дві хати только на цьем альтинеците. Ну, там сусідам прилетело, вон, бачите, мусора куча на дорозі. Ну, цей, там никого не было, вони виехали. А хто раненый. Ну, а ми так, надіємося на Бога, и на Збройные Сили, що нарешті вже начнут гнать цих расистов, орков. Ви ж бачите, что вони творят? Просто, просто нищать нас. Оце, первый раз, вот тут прилетело. Оце, бачите, це з двору, оце подарково, расистских насобирал. Це то, що з двору. Там, ну, там уже не видно, там на городе була яма, я ее засипав, там еще до того, як картошка, картошку сабили. Я не хочу, жінка не хоче, за то, що я не хочу. Вони були в місті, до того, як вода пропала. А потім вода пропала, вони вже повернулися назад, сюди. Ну, якось стараємось, разом вона веселіше. Трошки страшно, але ж не хочу їхати за нього. Його залишати одного не хочу, а він не хоче залишати будинок, не хоче їхати. А дитина то у нас, вона дитина. Вони мене не отпускають, наводника даже. Як Мухтар, вона привези. Ми маму отправили, з нами ще матір жила. Ну, ми її отправили, вона в Молдові зараз. Ну, скажіть, будь ласка, страшно вам ці нього? Дуже страшно. Ви розумієте, особливо ночі сидиш і просто молишся, тому що коли чуєш, як воно свистить, а воно ж, коли свистить, все, кажеться, от-от вже сюди летить. Розумієте? І підпрыгує все. І стелі, і крыша, і все що. Відбачте, тока, тока ція ми розумієте. Мы сделали такой ремонт, утеплили хату, и что? Коли это сталося? Две часа тому, как днем, может, 13.20, может, что-то 12, это было, в обед, в общем, это такое, но вы же видите, вот, бетонные осколки валяются, ну, я не знаю, что. Когда он выехал, этот сусід? Ну, они еще сразу, как начало прилетать в село, они сразу поехали, потому что не стали ждать, не стали ждать, как мы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok